МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги недели. В студии Максим Кембель. Здравствуйте. А вот заголовки этих уходящихся недели. Комфортные километры, материальная помощь и знакомый вкус. Белокола планирует заменить американский аналог, что обещают производители. Борьба с ниндзя. В стране выявили первые случаи нового штамма коронавируса. Ожидаем в Беларуси в сентябре возможную очередную волну. Как себя защитить? Понятная политика. Депутат Олег Гайдукеевич встретился с коллективом Бобрусь-Агромаша. Санкции преодолеем и любые давления выдержим. В каком обществе мы будем жить дальше? Люди с золотыми руками. Строители отмечают свой профессиональный праздник. Бригада из пяти человек способна собрать одноподъездный дом в девять этажей всего за месяц. Что появится в Бобруське? Экзамен сдан. В Беларуси изменились правила приема испытаний в ГАИ. Запрещено касаться столбиков на площадке и превышать лимит времени. Сколько теперь действует теория? Российский препарат, древние реликвия и знойный август. Европа страдает от засухи. Какие ограничения вели для жителей? Крепкая экономика – залог стабильности. Об этом президент заявил на заседании Совета министров. Речь шла о функционировании условиях санкций и мерах по их преодолению. В зале полторы сотни участников. Среди них – центральные местные органы власти, а также руководители всех крупнейших предприятий. Как отметил Александр Лукашенко, несмотря на беспрецедентное экономическое давление, страна способна противостоять внешним вызовам. Главное – не расслабляться. Если мы не хотим воевать, у каждого есть дети. Если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе. Еще раз подчеркиваю, все начинается с малого. С конфликтом. Кто-то беднее, кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели. Потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, за ружье и начали друг на друга катить. Опыт есть. 20-й год. Это мини был конфликт еще. Будет похуже. А потом нам помогут. Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Если вы это не прочувствовали, поверьте мне в очередной раз. Очень серьезная обстановка. Очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят. Все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся. Поэтому экономика – вопрос номер один. Будет экономика – все у нас получится. Александр Лукашенко отметил, это промежуточное заседание правительства. По итогам года нужно спланировать еще одну встречу в таком же формате. Уже полностью рассмотреть, как сработали. Задача одна. Не хуже прошлого года. И это вполне реально. Морские пути, ежедневные рейсы, полный портфель. Свыше 225 тысяч школьников получат матпомощь к новому учебному году. Кому положена единовременная выплата. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси до конца года отремонтируют 675 километров дорог. На обновление и реконструкцию действующих трасс выделено 300 миллионов рублей. 200 из них отправят на республиканские магистрали и мосты. А остальное будет потрачено на ремонт региональных. Белжуде почти вдвое увеличила перевозку грузов через порт к Санкт-Петербургу. Также одно из стратегических направлений экспорта белорусской продукции в контейнерах – Китай и в целом стран азиатского региона. Сегодня это дерево, целлюлоза, мясо, молоко и сахарный песок. Более 225 тысяч школьников из многодетных семей получат матпомощь к учебному году. Единовременная выплата – 98 рублей 55 копеек. Предоставляется вне зависимости от дохода. На этот вид поддержки в местных бюджетах запланировано свыше 20 миллионов рублей. Белавиа перешла на ежедневные рейсы во Внуково. Впервые маршрут в этот аэропорт открыли еще в апреле 2010-го. Это самые близкие к Москве воздушные ворота. В 2023-м их соединят с одной из веток метро. Так что добираться в город гостям станет проще. Также белорусский авиаперевозчик выполняет полеты в Домодедово и Шереметьево. Белокола планируют заменить американский аналог не только на отечественном, но и на российском рынке. Производители сохранили импортные технологии производства и обещают, что напиток не будет отличаться по вкусу от популярной Кока-Колы. Когда мировой бренд пришел в республику, наши специалисты получили опыт, который стал базой для дальнейшей разработки собственной линейки. В два клика в стране наблюдается снижение числа преступлений в сфере информационных технологий. Но вот если сравнивать с цифрами прошлого года, когда на удочку кибермошенников попадался чуть ли не каждый пятый белорус. Общая сумма ущерба 371 тысяча долларов. Аферисты не дремлют и по сей день. Одни представляются представителями банков, другие действуют от лица правоохранителей, третьи выдают себя за работников почты. Самые распространенные уловки – письма, смысл, звонки от имени родственников, а также фишинговые ссылки. Как обстоят дела в Болбруйске с криминальными сотрудниками колл-центров, смотрите далее. Если проанализировать статистику прошлого года, стали ли интернет-пользователи более бдительными? Или все так же мошенникам просто войти в доверие и опустошить кошельки и горожан? По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло значительное увеличение. За 7,5 месяцев прошлого года и за 7,5 месяцев этого года наблюдается увеличение количества совершений данных преступлений. Если в прошлом году их было зарегистрировано, скажем так, 39, то в этом году их уже 74. Готовься к интервью, далеко не пошел, я проанализировал материалы, которые выходят на нашем телеканале. И зачастую, к сожалению, чаще всего на удочку злоумышленников попадают пенсионеры. Есть, конечно, и среди молодых людей потерпевшие, есть ли средний такой возраст потерпевших? Можно приблизительно три возраста взять. Покупки в интернете товара – это, как правило, молодежь, в большей степени женщины, которые находятся дома по уходу за ребенком. Вторая группа – это когда осуществляются звонки, представляются сотрудниками правоохранительных органов, либо органов безопасности банка, эти мошенничества для рабочих. Это рабочее население, возраст где-то 25-50. Ну и, соответственно, если это звонки и сообщения о ДТП с участием родственников, то это пожилые граждане и пенсионеры. Может, вам расскажете о каком-то громком задержании? Сколько вообще уже удалось задержать преступников? 19 человек было задержано, им вменено, ну, в зависимости, кто в группе был, кто один, это 33 уголовных дела. Наиболее значимое преступление текущего года было совершено в мае этого года посредством телефонных звонков. Неизвестные сообщали потерпевшим, как правило, это были престарелые, о том, что их родственники стали жертвами преступления. Значит, на территории города Бобруйска было зарегистрировано в течение одной недели пять таких преступлений. Суммы ущербов составляли от 1000 до 8000 долларов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам после совершения последнего преступления был задержан житель города Гомеля, который на территории как Гомельской области, так и на территории Могилевской области совершал данные преступления. Часть похищенного имущества, ну, в частности, деньги, были изъяты при нем при задержании. Вот понятно, что у всех суммы, на которые, скажем, попадают люди разные, да? Какая самая большая сумма была Бобруйска за 2021 год, за первые полгода 2022 в целом какой ущерб? 1000, 2000, 5000, ну, максимальная сумма была 8000 долларов США. Сейчас, вот, вы говорили о профилактике, да? О безопасности трубят, ну, вот, о всюду. Телевидение, радио, социальные сети, печатные издания, интернет-издания. Вот, давайте все-таки нашим горожанам напомним основные правила безопасности, да, чтобы не попасть на эту удочку. Если уже попали все-таки, какие меры нужно предпринять? Для того, чтобы минимизировать факты совершения в отношении конкретного гражданина мошенничьих действий, необходимо всегда при осуществлении какой-либо сделки через интернет, либо посредством интернет-ресурсов перепроверять всю информацию о человеке, который предлагает ту или иную услугу. То есть это продажа товаров, либо услуги какого-то характера. Необходимо мониторить интернет и посмотреть отзывы о данном лице. Если хотя бы один человек стал жертвой преступления, эта информация сразу же распространяется в интернете. И те ссылки, на которые указывают подозреваемые наши, мошенники, осуществляют мошеннические действия, то эта информация сразу расходится по интернету. Можно быстренько почитать, посмотреть, и всю информацию о страничке, либо сайте вы всегда найдете. Главное не спешить и проявлять всегда бдительность. В случае, если гражданин, житель города Бавруйска, в частности, стал жертвой преступления, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, либо позвонить по телефону 102. Спасибо за интересный и конструктивный разговор. Остро, живо и глубоко. На Бавруйск-Агромаше прошла встреча депутаты Палаты представителей с коллективом предприятия. В свойственной для Олега Галдукевича манере, души по-простому, доступной понятно каждому человеку, политик поднял актуальные вопросы. Говорили о непростой ситуации в Украине, отношениях с Россией, западных санкциях и импортозамещениях. Затронули тему консолидации белорусского общества и конституционной реформы. Общаться с людьми – это задача любого чиновника, депутата, политолога. Об этом говорил президент. Он каждый день общается с людьми. И если каждый будет это делать тоже, и, как говорил Лукашенко, работать каждый на своем участке, то и страна станет сильнее. Тогда мы и санкции преодолеем, и любые давления выдержим, и все, что угодно, переживем. Эмоции только положительные. Получили заряд полнейшего адреналина, даже сказать. Драйва, потому что общение произошло не то, что как политик с народом, а как человек с человеком. Думаю, коллектив сейчас пошел дальше трудиться с новыми эмоциями, с новыми возможностями, с новыми знаниями, с новыми мыслями. Высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. Откровенный разговор никого не оставил равнодушным. События в двухлетней давности перевернули современную историю страны. В каком обществе мы будем жить дальше, и что предложим будущим поколениям? Ответ на этот вопрос белорусы ищут сообща. Камечники и монтажники, маляры, штукатуры, инженеры и проектировщики. Белорусские строители отмечают свой профессиональный праздник, а это порядка 200 тысяч человек. Их вклад в развитие страны трудно переоценить. Качественные многоквартирные дома, масштабные торговые комплексы и многофункциональные культурно-спортивные сооружения. Все это результат их созидательного труда. О том, чем сегодня живет отрасль в Бобруйске, расскажет Татьяна Горбыч. Почти 45 лет на передовой жилищного строительства и более миллиона 200 введенных в эксплуатацию квадратных метров. Во многом, благодаря Бобруйскому заводу КПД, город на Березине расширяется и становится краше. Плюс возводятся объекты для жителей Могилевской и Минской областей. На предприятии работают свыше 1100 квалифицированных специалистов. И для них нет нерешаемых задач. А начинается весь производственный цикл в арматурном цехе. Изготавливаем арматурные блоки для дальнейшего поступления этих арматурных блоков в формовочный цех данного же завода. Здесь изготавливаются железнобетонные плиты, из которых дальше монтируется дом. Данный цех перерабатывает в месяц порядка 200 тонн металла. Формовочный выпускает широкий ассортимент строительной железобетонной продукции. От наружных и внутренних стеновых панелей до фундаментных блоков и тротуарной плитки. В 2013 на заводе завершилась масштабная модернизация. В техническое оснащение производства вложили 8 миллионов евро. Оборудование у нас относительно новое. Ему всего 9 лет. Смонтировала нам немецкая фирма. То есть панели у нас качественные. Получается благодаря этому используются более новые технологии, которые тоже помогают увеличить объемы производства. Конечно, ну и естественно, как говорится, более качественную продукцию выпускать. Бобруйский завод КПД не только производит все элементы конструкции зданий, но и осуществляет полный цикл строительно-монтажных работ, включая сдачу готовых объектов под ключ. Там, где еще совсем недавно вековали бесполезные пустыри, возводят современные жилые дома. В прошлом году у нас введено в эксплуатацию около 60 тысяч квадратных метров жилья. Это 13 жилых домов, более тысячи квартир. И из них процентов больше, чем 80 процентов – это для семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Чувство страха и одновременно восторг. Здесь, на высоте еще строящейся многоэтажки, понимаешь – Бобруйск живет и разрастается. Возводят его простые люди, с часто испачканными, но золотыми руками. Среди них и монтажник Вадим Каленковский. Кем станет, мужчина знал еще с детства. Мой отец работал строителем. Я вот решил, ну, как династию поддержать, вот строителем пошел работать. Вот, пришел на завод КПД. Ну, сейчас уже работаю 14 лет уже на этом заводе. Нравится работать на стройке. Постоянно разные объекты, города разные. Ну, там Бобруйск, Могилев, где мы там еще Восько сейчас строим. Дом по проспекту строителей 114 на стадии завершения. Остались лишь работы по благоустройству. Совсем скоро счастливыми обладателями современных квартир станут 180 семей. Своих хозяев ожидают и другие объекты в Киселевичах и Молодежном микрорайоне. В ближайших планах возведение трех энергоэффективных зданий по Ульяновской. Монтаж железобетонной плиты занимает около 15 минут. Бригада из пяти человек способна собрать одноподъездный дом в 9 этажей всего за месяц. Их работа всегда на виду. Ошибешься, изъяны увидят все. А построишь на совесть, возведенное здание будет долго напоминать о колоссальном труде. Строители дают людям главное – кровь, а значит, уверенность в завтрашнем дне. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником Днем Строителя. Я хочу пожелать вам процветания, успехов во всех ваших начинаниях, новых достижений и побед. Пусть все то, к чему вы стремитесь, всегда исполняется быстро и легко. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья. Бобруйск растет не по дням, а по часам. Только за 7 месяцев введено в эксплуатацию свыше 32,5 тысяч квадратов жилья. 56% с господдержкой. 163 многодетные семьи уже отпраздновали новоселье. Большинство в молодежном микрорайоне. Свои двери за последний год распахнули также 35-я школа и 85-й детский сад. И пока над городом на Березине высятся стрелы строительных кранов, развивается его экономика, а жизнь людей становится все более комфортной. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Скрытый вирус. Новый штамм COVID-19 добрался и до Беларуси. Первые случаи омикрон-ниндия уже зафиксированы в двух городах. На выбор пациентам предлагают три препарата от коронавируса. Если прививка первичная, подойдет гамм-ковид-вак или вероцил. Для ревакцинации лучший вариант спутник лайт. Универсальное докомпонентное лекарство защитит как от старых, так и новых штаммов. Доказанная эффективность 80%. Бустер-инъекцию в Бобруйске сделали уже 38 тысяч человек. Как известно, в Европе уже имеет место повышение заболеваемости инфекцией COVID-19. И мы ожидаем в Беларуси в сентябре возможную очередную волну. Поэтому я призываю всех, пока у нас есть время, для того, чтобы иммунитет успел выработать антитела от инфекции в течение августа, привиться. Именно с новым штаммом Ниндия ученые и медики связывают очередную уже седьмую волну коронавируса на планете. Распространяется он стремительно и незаметно. Основные симптомы – слабость, мышечная боль в горле, кашель, повышенная температура, потеря обоняния. Не исключено, что этот подвид станет самым заразным за всю ковидную историю. Подъем заболеваемости сейчас фиксируют практически повсеместно и в Европе, и в США. В Беларуси изменились правила приема экзаменов для получения водительского удостоверения. Главное нововведение – действие теории больше не ограничено. Раньше город и городок можно было пересдавать в течение полугода. Плюс во время испытаний будет вестись не только видео, но и аудиозапись. На автодром отправилась Карина Греевич. Хорошо, когда колеса мчат куда-то вдаль. Но для атмосферной поездки нужно получить разрешение – водительское удостоверение. За обучение в Беларуси отвечает автошкола, за экзамен – ГАИ. Именно здесь с июля появились изменения. Касаются они всего транспорта, кроме колесного трактора. Основное новшество – теория. Если раньше она действовала шесть месяцев, то теперь срок не ограничен. Для комфорта экзаменуемых, а также исключения конфликтных и спорных ситуаций, предусмотрено введение не только видео, но и аудиозаписи с дачи квалификационных экзаменов. Повторно теоретический и практический экзамен назначаются не ранее, чем через 10 дней, со дня следующего, за днем последнего экзамена. В практическом испытании тоже есть нюансы. Экзаменуемый не пристегнулся ремнем безопасности перед тем, как включить зажигание, сразу может идти домой. То же случится, если будущий водитель начал трогаться, не сняв машину с ручника. Экзамен на автодроме не засчитывается при нескольких условиях. Запрещено касаться столбиков на площадке и превышать лимит времени. Если автомобиль откатился больше, чем на 30 сантиметров на эстакаде или заглох при подъеме, испытание также не пройдено. Экзамен не сдан, если автомобиль заглохнет в пути дважды. Зато разрешается нарушить правила дорожного движения до трех раз при вождении в городе. Результаты будут вноситься в автоматизированную информационную систему ГАИ. Ранее это были специальные карточки. ЛДСАФ проводит подготовку и переподготовку всех категорий водителей. Основное место в этом занимает, конечно же, подготовка водителей категории Б, то есть легковых автомобилей. Необходимо пройти медицинскую комиссию, получить добро врачей, иметь паспорт гражданина Республики Беларусь и две фотографии 3х4. Прием ведется практически постоянно. Занятия с инструктором начинаются на автодроме. Первым делом объясняют устройство автомобиля, как завести, поправить зеркала и включить сигнал поворота. И обязательно переключение передач. Только с 22 сентября автошколы страны будут обучать водителей на машинах с автоматической коробкой. Сейчас в распоряжении учеников механика. Мы стараемся объяснить, что если не уверен, что заедешь в гараж или на диагональную парковку, или какой-нибудь другой элемент, можно взять вторую попытку. Потом уже стараемся выезжать где-то за город, потом маршруты, где меньше автомобилей, менее интенсивное движение и постепенно наращиваем. На изучение теории отводится 16 часов, включая медицину, плюс еще 50 на вождение с инструктором. Также в каждом учреждении есть свои внутренние испытания. Только после них ученика допустят к сдаче экзаменов ГАИ. Каждый будущий водитель должен помнить, к правам прилагаются не только знания ПДД, но и уважение к другим участникам дорожного движения. Карина Гуревич, Максим Галенка. Итоги недели. Энергетический кризис, эффективный препарат и национальное достояние. В Китае скорил старинный деревянный мост. Как так вышло? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. В Британии растущие цены на электроэнергию грозят вылиться в серьезную проблему. Почти 100 тысяч жителей собираются отказаться от оплаты электричества с 1 октября. Все они требуют снижения счетов. К январю суммы могут перешагнуть отметку в 5 тысяч долларов за год. Миллионы семей уже имеют долги перед государством. И ситуация будет только ухудшаться. Что приведет многих англичан к раннему уровню бедности. Медцентр «Вектор» подал заявку на регистрацию первого российского лекарства от ОСПы. Перспективный препарат будет работать против любых видов данного вируса. Главное преимущество – меньшая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США создали подобную микстуру. Однако ВОЗ приняла решение о необходимости еще одного химического соединения. Самый длинный в Китае деревянный мост, построенный более 900 лет назад, полностью обрушился в результате пожара. Огонь тушили в течение целой ночи. Причина происшествия пока неизвестна. Древнее сооружение пережило возгорание в 1742-м, а с 2006-го вошло в перечень охраняемых объектов национального уровня. Синоптики ожидают, что последствия засухи в августе окажутся еще тяжелее для Европы, чем в июле. Наиболее опасная ситуация сложилась на юге Франции и на значительных территориях Испании и Португалии. Также отмечается чрезвычайно низкий уровень воды практически во всех реках региона. Для экономии в Англии и Уэльсе введен запрет на полив садов и огородов из шланга. Основатель Тесла продал акции компании на рекордное – 7 миллиардов долларов. Сделка состоялась через несколько недель после того, как Илон Маск отказался от приобретения Twitter, за чем последовали многочисленные судебные иски. Эксперты считают, что деньги могут понадобиться бизнесмену на случай, если он все-таки будет вынужден расторгнуть соглашение. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова